Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада сегодня представить вам выставку необычную, интересную, вкусную, редкую. Такую выставку, которую встретишь не в любом музее мира, но сегодня она в нашем музее, Государственном музее искусства имени Костеева. И это выставка частной галереи «Пигмалион», галереи, которой всего только год, но она провела уже несколько интересных выставок и в Национальном музее, и вот теперь здесь, в Алма-Ате. И та выставка, которая представлена сегодня, это выставка графики, но не простой графики, а графики мастеров самых-самых известных, самых лучших. Здесь вся выставка делится на три части. Первая часть – это выставка графики печатной японской эпохи Эду, традиционной. Вторая часть – это гравюра Дюрера, редкая вообще в регионе и в мире, и тем более уж в Алма-Ате, редкая возможность встретиться с творчеством такого выдающегося мастера эпохи Ренессанса. Но самая большая часть – это графика XX века. И в этой части представлены все, на самом деле, самые главные художники XX века – Пабло Пикассо, Анри Матис, Сальвадор Дали, Хуан Миро, Марк Шагал. И очень многие из них предстают на этой выставке с какой-то необычной стороны, например, Сальвадор Дали, и мы до него дойдем. Но вот сейчас мы стоим перед работой Марка Шагала. И напомню немножко про его судьбу и про его работу. Расскажу. Дело в том, что Марк Шагал – это художник, который родился в России, в маленьком местечке еврейском возле Витебска, но всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в Париже. И живя в Париже, он все так же писал этот маленький городок с его детства и людей этого городка, и вообще вот этот веселый маленький мир. Вообще главная тема Шагала, как и, например, Анри Матисса – это любовь. Главная тема его жизни – это любовь. И мы знаем, что он встретил свою Беллу в 16 лет и никогда с ней не расставался. А когда она умерла на 15 лет раньше, чем он, то он еще 15 лет писал ей письма и обращался к ней так, как будто она жива. И большая часть его произведений как раз посвящена этой любви, переживанию и вообще тому чувству свободы, которая появляется у человека, когда он влюблен. Вы заметили, наверное, что очень многие персонажи на картинах Шагала летающие. Они абсолютно оторваны от земли, они летают по небу. И это не только ангелы и петухи, но и люди тоже. Вообще вторая большая тема Шагала, которую тоже можно сразу увидеть – это тема времени. Что такое время? Шагал это исследует. Не случайно так часто часы на его работах появляются. И это не просто летающие часы, это часы с крыльями. Это свеча, например, которая тоже символизирует время. Это петух. Петух – это тот, кто отмеряет время. И петух у Шагала предстает практически на каждой работе. В общем, и здесь мы видим людей музицирующих, мы видим женщину с младенцем, рождение, Рождество, свободу, счастье и любовь. Шагал ведь живет в очень сложном мире. Он живет в мире 20 века, полном катастроф, где есть войны первая и вторая, где есть революция. В конце концов, он эмигрант и чужестранец. Но удивительна его внутренняя умиротворенность, безмятежность, настроенность на то, что жизнь – это радость, на то, что мир придуман для счастья. Вот она в каждой его даже маленькой работе проявляется очень внятно, очень звучно. Само название этой картины – тот, кто говорит ничего не говоря. Такое странное название. Кто говорит ничего не говоря. Это как раз и есть время. Время с нами разговаривает ничего не говоря. Хотим мы этого или нет, оно с нами все время разговаривает. И, кстати, композиция картин Шагала все время похожа на циферблат. Поэтому все по кругу у него строится. Поэтому и перевернутые фигуры, перевернутое солнышко. Он очень хорошо умеет изображать время. И время счастья, когда оно вдруг останавливается, становится всеобщим и безразмерным, бесконечным. И время, когда кончается это счастье. И тогда вот петух возвещает не только о хорошем, но и о вот этом конце любви, конце мира, конце жизни. Поэтому и работы не такие простые. Они очень символические. Они очень, с одной стороны, поэтические. А с другой стороны, они требуют вашей работы активной, зрительской. Это как бы ребусы такие, загадки, которые художник задает всю свою жизнь. Еще несколько работ Марка Шагала. Вообще про Марка Шагала я могу рассказывать бесконечно. И сама его биография похожа на приключенческий роман. Потому что все в его жизни происходило вопреки обстоятельствам, а не благодаря. Например, он родился вот в этом закрытом, камерном, еврейском, ортодоксальном в общем мире, который не предполагал развитие художественных каких-то способностей. Но он стал художником, вопреки обстоятельствам. Потом, когда наступает революция, а, кстати, в Париж первый раз он попадает еще до революции. И это значит, что он знает французский язык. И это тоже удивительно. Живя где-то так далеко, под Витебском, вдруг изучать французский язык. И когда в России происходит революция, то в судьбе Шагала тоже происходят перемены. И в Витебске открывают школу, художественную школу, его авторскую, Марка Шагала, назначают руководителем. И вот там он совершает такую роковую ошибку. Он приглашает в эту школу, он набирает новый коллектив и приглашает туда своего знакомого из Москвы Казимира Малевича, молодого начинающего художника. И вот это была роковая ошибка, потому что они диаметрально противоположные. Шагал – это нежность, это тонкость, это поэтичность, это символизм, это совершенно другое художественное видение, мировоззрение. А Малевич – это революционный художник, он такой категоричный, он радикальный, он не случайно работает такими геометрическими фигурами и такими локальными цветами. И поэтому, конечно, между ними сразу в течение месяца возникает конфликт, непреодолимый совершенно. Но удивительно, что большая часть учеников Шагала за короткий срок переходят к Малевичу, потому что Малевич, как любой трибун, любой революционер, обладает такой невероятной харизмой. И убегает Шагал на том месте, в тот момент, когда Малевич приказал, ну, вернее, не приказал, а решил выкрасить все крыши Витебска в красный цвет в честь праздника революции. Ну, то есть это совершенно неприемлемая система, такая, такой однозначного подхода, которая была тогда у Малевича, такого радикального. Но сам Шагал, развиваясь, не изменяется. То есть вот всю свою жизнь он как бы пишет одни и те же сюжеты, рисует, изображает одни и те же сюжеты. И вот здесь перед нами как раз любимый, самый узнаваемый сюжет Шагала, когда дерево, дерево как мир, дерево как символ мира. Причем это дерево чаще всего и с плодами, и с цветами, и с листиками. Под деревом влюбленные, потому что, а зачем еще нужно дерево, конечно. Вот. И в центре все-таки опять петух. Петух, который вот пропоет рассвет им, да, и который объявит о том, что ночь любви кончается. Ну, именно поэтому она такая ценная, такая бесценная, да, вот эта любовь, которая кончается. Это картина о счастье, но о счастье, в котором всегда есть грусть. О любви, но и понимание хрупкости этого мира, и хрупкости красоты этого мира, и любви. И еще одна работа есть совершенно уникальная на этой выставке. Эта работа называется «Лестница Якова». Это такой сюжет о том, о рае, потому что лестница Якова – это лестница в рай. И она изображалась многими художниками. Например, Уильям Блейк очень яркую сделал работу, и там лестница в рай – это чаще всего радуга, по которой восходят только праведники. Но вот у Шагала никто не восходит. Человек, который перед лестницей Якова, лежит и спит. Потому что в рай можно попасть только вот таким спящим, безмятежным. В рай можно попасть во сне. Не когда ты прикладываешь усилия, а когда ты живешь как часть природы, как цветок, когда ты являешься частью общего мироздания, тогда ты попадаешь на эту лестницу. И вот лестница, соединяющая небо и землю, человека и Бога, мы видим на ней двух ангелов, и совершенно безмятежная, не обращающая внимания на эту лестницу человек, который погружен в свои какие-то грезы и какие-то мысли, и ему как бы не до лестницы. Очень сложный сюжет. Вот с одной стороны Шагал как бы литературный, но с другой стороны это все-таки не литература, а поэзия. Он очень поэтичен. Поэтому каждое его произведение надо воспринимать именно как стихотворение, как такой особый слог, высокий слог всегда. Ничего будничного, ничего прозаического у Шагала нет. Работы Марка Шагала всегда просто источают хорошее настроение. И, конечно, не только в этом их ценность, но это для меня очень важно, потому что далеко не все художники 20 века радуют зрителя. Очень многие, даже и большая часть, наоборот, его пугают, шокируют и всячески показывают деконструкцию этого мира. Но вот Шагал не такой. Шагал понимает, что как бы не изменялся мир, главное остается неизменным. Человек всегда, во все времена, хочет быть любимым, хочет быть свободным и хочет жить в красоте и понимать красоту этого мира, и как бы уметь ее выражать. И такая как бы некоторая небрежность видна иногда в его композициях, как бы легкость, как будто это сделано очень быстро. Вот про первую работу я говорю. Окно, и на окне стоит букет, и рядом бутылка вина, и в окне двое. Всегда у него вот эти двое. Но это ведь не случайный набор элементов, правильно? Это все очень символически. Что такое окно? Окно – это такая граница между мирами. Мой мир внутренний, мой домашний мир, и тот мир внешний. Оба мира очень нужны человеку. Нужны, важны, ценные. Надо, чтобы между ними была гармония. Цветы. Цветы – это же символ праздника, как и вино, кстати, тоже. И поэтому получается, что такой легкий набросок, а сколько много в нем смысла. И он, конечно, весь про чувство счастья, чувство свободы, когда человек влюблен и когда он счастлив-то. Вторая работа, которая здесь есть, влюбленная в сером, цветная литография. Вот именно на этой выставке, где одновременно находятся и работы Шагала, и работы японская печатная графика, вдруг обнаруживаешь, насколько похожа стилистика у Шагала. Я не замечала этого до этой выставки, но вот здесь я это заметила. И вот эти две фигуры, нарисованные так лаконично, так линейно, так условно, точно так же, как это делает Утагава Хиросига, точно так же мы сейчас это увидим. Для меня это было неожиданно, потому что они не соприкасаются. Марк Шагал и японская графика, хотя, конечно, многие европейские художники 19 века испытали влияние японцев, но как раз про Шагала этого сказать нельзя. Это значит, что просто у них одинаковая интонация, одинаковый настрой. И вот это удивительно, люди, живущие на разных континентах, но в одно время, вдруг рождаются одинаковые образы. Это же, получается, что культура проницаема, получается, что мир наш проницаемый. Но самая моя любимая работа здесь, на всей этой выставке, это вот эта работа, называется она «Профиль и красный ребенок». Сначала, может быть, она воспринимается, как такой набор пятен цветовых, да? Но если ты начнешь вглядываться, то ты сначала увидишь красного ребенка. Вот он точно есть, он рядом с синим деревом. И на дереве, кстати, ушагало почти всегда гнездо, почти всегда птицы, почти всегда, ну, гнездо, как символ дома. А дальше ты видишь, что этот ребенок, он не сам по себе, он не оторванный, а он на ладони. И ладонь эта относится к вот этому профилю зеленому, это мужчина. И туда же, вот в мужской этот профиль вмещается и профиль женский, и луна. И получается, что мужчина – это такая большая, такая опора, на которой все держится, в которой все помещается. И женщина, которая его любит, и ребенок их, и вот весь мир, весь мир один в другом, как, ну, не знаю, как матрешка, да, как, ну, такая связанная система, неразрывная, невозможно разъединить, невозможно представить отдельно мужчину от этой женщины и отдельно от этого ребенка. Это все только вместе соединенное имеет смысл. И вот то, что картина не сразу так открывается, да, ты даже не сразу замечаешь профиль, постепенно только, да, это тоже замысел художника. Он так и хочет, чтобы вы подумали, чтобы вы вникли, чтобы вы постояли немножко перед его работой. Ну, и самая, может быть, жизнерадостная здесь работа – это вот это, она называется «Предложение». И это девушка, которая с букетом, которая такая вся устремлена вперед и вверх, да, которая в чулочках, между прочим, да, и Марк Шагал все время умеет подметить в «Женщине кокетство». Она почему такая праздничная, почему она такая радостная? Потому что ей только что сделали предложение. И это воплощенное счастье, она вся устремлена в будущее свое, вот вперед. И, конечно, эта работа про праздник. Не случайно вокруг нее там и солнце крутится, и вообще весь мир, вокруг нее, потому что она чувствует себя центром этого мира, она любима, она желанна, и она спешит к своему счастью. Удивительно, маленький всего лишь набросок, да, ну, тушью пером здесь эта литография, но вообще-то из наброска родившаяся, да, и сколько много содержания, какое большое содержание, какой большой смысл. Ну, вот это далеко не все, что можно рассказать про Шагала, но мы переместимся сейчас к другим авторам этой выставки и послушаем еще много интересного. Спасибо. Спасибо.